Кашлянул охранник, заскрипели дверные петли. Бывший капитан контрразведки СМЕРШ Александр Кровец открыл глаза, начал подниматься снар обитых железом. — Вот и прошли твои лучшие денечки. Проплыла невеселая мысль, когда на пороге вырос поличистый охранник с кобурой на ремне. А ведь этот надзиратель ни хрена не смыслит в своем ремесле. Я могу одним ударом вывести его из равновесия и завладеть оружием, — машинально подметил Алексей. — Даже автоматчик за спиной не особая помеха. Достать ногой и вырубить к той-то матери. Тоскливо вздохнул, прищурился. В коридоре горел пронзительно яркий свет. — На выход! — лаконично бросил надзиратель и добавил, когда арестант проплелся мимо. — Руки за спиной, лицом к стене. Конвоир гремел за совом, источая запах дешевого одеколона. — Надеюсь, не на расстрел, — подумал Алексей, равнодушно созерцая трещину в стене. Впрочем, он знал, что в подвалах областного управления расстрелы не производились. Смертные приговоры приводились в исполнение в тюрьме под названием «Бригитки» в подвале со стороны улицы Городотской. Эту точку специально обученные люди незатейливо называли постом номер один. Осужденный враг советского государства вставал лицом к холодной стенке, и сотрудник карательного аппарата стрелял ему в затылок из нагана. Убитых вывозили за город, там выгружали, закапывали. Врагов у советской власти оставалось множество, хотя не все они были настоящими. Достойный пример тому Алексей Кровец, капитан упраздненной контрразведки СМЕРШ. «Вперед!» — воркнул ему в затылок надзиратель, прямо по коридору и на лестницу. Недельное пребывание в застенках не пошло на пользу организму. Арестант не чувствовал себя отдохнувшим. Ноги были ватные, гудела голова в сознании, преобладало безразличие. Он плелся по коридору, поднимался наверх, превозмогая ломоту в суставах. Снова механические команды, на месте, лицом к стене, пошел. Сегодня конвоиры обращались с ним вежливо. В помещении для допросов сидел знакомый капитан госбезопасности Желтухин и делал вид, будто внимательно изучает какие-то бумаги. Этого рябого карлика Алексей ненавидел всей душой. Трижды в неделю тот вызывал его на допрос, задавал тупые вопросы, предъявлял вздорные обвинения, основанные непонятно на чем. В прошлый раз Желтухин сорвался, схватил настольную лампу и несколько раз огрел арестанта по затылку, да с такой злостью, что голова взрывалась до сих пор. На этот раз Желтухин не предложил ему присесть. Капитан хмурился, сводил густые брови, отложил потрепанную папку, мазнул быстрым взглядом арестанта. Тот был одет в гражданское. В чем привезли неделю назад, в том и остался. Штаны и пиджак висели мешком, в них прочно впитался гнилостный дух неволи. Лицо сунулось, обросло щетиной, в запавших глазах застыло равнодушие. — Здравствуйте, Алексей Викторович. Должен сообщить хорошую новость. Ваше дело рассмотрено на уровне областной инстанции, вынесено решение. В ваших действиях не выявлено состава преступления, вы свободны. — Можете продолжать выполнять свои обязанности. Он хотел еще что-то добавить, но передумал. И, с сожалению, уставился на табуретку, стоявшую у дальней стены. В груди Алексея что-то шевельнулось, но не сильно. До него еще не дошла суть того, что он сейчас услышал. — Вы понимаете меня? — Глаза капитана Желтухина перестали блуждать и зафиксировались на понорой фигуре. — Смутно, гражданин капитан. — выдавил несостоявшийся враг народа. — Намекайте, что расстреливать не будут. — А вы хотите? — Ваше дело закрыто. Вы свободны. — Ошибки случаются. Никто от них не застрахован. — Вам вернут ваши личные вещи, оружие, правительственные награды и служебные документы. Вы по-прежнему сотрудник оперативного отдела. Можете отдохнуть два дня, восстановить силы, потом возвращайтесь к работе. — А извиниться, — подумал Алексей, — или не принято. Случаи, если вдуматься, уникальные. Даже до трибунала не довели, хотя он и не выносит оправдательных решений. Видимо, кто-то наверху, обладающий здравым умом, в ужасе схватился за голову, мол, что же вы творите, кретины? А ведь субъектов, подобных Желтухину, не перечесть. Они живут не по закону, не по совести, а по ситуации. Чуют, откуда ветер, мигом приспосабливаются, лезут из кожи, чтобы услужить. — Я могу идти? Он нерешительностью топтался на месте. — Воспроводить до выхода? В глазах Желтухина блеснула недобрая искра. — Охранник проводит, не волнуйтесь, вы и сами знаете, где надо получить вещи и расписаться. — Да, минули лучшие денечки. Обладатель десятка правительственных наград, боевой офицер, неизменно преданный делу Ленина, чувствовал себя сломленным, опустошенным. Треснул стержень, державший его многие годы. Работа на износ, гибель в Ленинграде жены и дочки, утрата друзей. Все он снес, а вот сейчас сломался. Недоумение, обида, полная растерянность. За что? — Хорошая новость, он не виноват. Надо же. Алексей плохо помнил, как покидал оплот государственной безопасности областного масштаба. Брел к воротам мимо газонов. От свежего воздуха кружилась голова. Только на улице, вымощенной булыжником, среди добротных каменных домов, в окружении прохожих, машин, трамваев, он начал приходить в себя, понимать реальность. Кровец глубоко вздохнул. Голова его вернулась на месте, хотя в ней и оставалась тупая боль. Он шагнул на рельс, отшатнулся, когда под боком зазвенело, едва не уходил под бодро бегущий трамвай. Пропустил его, перебежал через пути. Прохожие смотрели на него как-то странно, на всякий случай сторонились. Он шел по тротуару, стараясь не думать о том, как выглядит. Улица шумела, чувствовалась близость к центру. Предприимчивые коммерсанты продавали с вазов свежий хлеб. К ним выстраивались очереди. Мелькали чистильщики в обуви со своими ящиками. Алексей почувствовал голод, порылся в карманах, отыскал несколько скомканных купюр и отправился к ближайшему киоску. Он сунул продавцу десять рублей, взамен получил бутерброд с тушенкой и чашку чая. Вполне по-божески. Частным инициативам граждан власти пока относились снисходительно. Кровец жадно съел бутерброд, купил еще один, попросил завернуть и пошел через дорогу в сквер. Почти все лавочки там пустовали. Он сидел в стороне от оживленной магистрали, рылся в мятой пачке беломора, жадно курил огрызки папирос. Мимо прошел патруль. Солдаты с интересом глянули на него, но донимать не стали. Бытие города Львова уже два года перестраивалось по советскому образцу. Люди жили тут под поляками и немцами, теперь все решительно менялось. Важный стратегический центр Западной Украины, где сходились все дороги, после войны имел огромное значение. В городе стояли воинские части, работали госпитали. Действовал комендантский час. Вокруг Львова тянулась 30-ти километровая зона тотального паспортного контроля. Проверки на дорогах, патрули на каждом углу. На предприятиях и в организациях с целью выявления националистического подполья создавались наблюдательные группы во главе с сотрудниками НКВД и ГБ. Тайные агенты работали повсюду – на заводах, в школах, в студенческих общежитиях. Но обстановка оставалась сложной. Во Львове действовало бандеровское подполье, наносило удары из-под тяжка, имело разветвленную сеть сторонников, конспиративных квартир и схронов. Бандитов из УПА не смущало наличие в городе воинских частей. Здесь работали подпольные типографии, на улицах расклеивались листовки, распространялась подрывная литература, орудовали мелкие террористические группы. Редактор субтитров А.Семкин